Девушки отдыхают 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 Есть патроны? Конечно. Хорошо. Сынок, принеси автомат. Вот это да. Спасибо, друг. Держи. Ты или я? Давай, хозяин. Вначале начинай. Вы утверждаете, что Соединенные Штаты Америки находятся в предраспадном состоянии. В 90-м году такой же бородатый человек, как вы, Павел Глоба, сказал мне, что Соединенные Штаты вот-вот скоро распадутся при 44-м президенте. Ну, 44-й, правда, уже минул президент. Скажите, действительно, на ваш взгляд, Америка распадется? Павел Глоба колдун и заслуживает смерти по священному писанию. Потому что написано, не оставив вражей в живых. Слава Христу. А что касается Соединенных Штатов Америки, то все империи распадаются, и не надо быть вообще никаким умником для того, чтобы сказать, что Соединенные Штаты распадутся. Это ясно как-то. Вопрос времени. Конечно. И причины. И поэтому, выяснив причину, по которой они, скорее всего, распадутся, будет понятно, когда это примерно произойдет. И тогда можно адекватно подготовиться к этой ситуации в мировом масштабе, для того, чтобы не было коллапса политического, финансового, военного и так далее. Опять-таки, периодически говорят, что доллару скоро наступит кирдык. Что доллар уже не давно не обеспечивается ничем, не подкреплен ничем. Вы считаете, что доллару конец или нет? Вопрос, опять же, сроков. Я вам могу сказать, на этот вопрос невозможно, прежде всего, ответить коротко. Нужно хотя бы несколько минут. И поэтому я позволю себе занять ваше внимание на эти несколько минут. С удовольствием. Соединенные Штаты Америки, это поможет вам в решении ваших, конкретно, семейных, финансовых проблем и решений. Потому что это очень важно понимать, что происходит, потому что мы все сидим или в долларах, или в евро, по большому счету. Кстати, я и о евро хотел спросить. А это, на самом деле, очень взаимосвязанная тема. Это одни и те же семьи печатают и доллары, и евро. Уважаемые люди. Так вот, Соединенные Штаты Америки, которые, на самом деле, не имитируют доллары. Имитируют доллары ФРС США. ФРС США – это не Соединенные Штаты Америки. Федеральная резервная система. Они просто находятся на территории Соединенных Штатов Америки. Это частная корпорация, которая имеет право, ну так люди договорились между собой давно уже, имитировать доллары. Они дают их в долг США. США – это первая страна, которая зависима от ФРС, потому что они рассчитываются в долларах США. И они берут их в долг у ФРС, подчеркиваю. Фамилии вы знаете тех, кто держит ФРС? Конечно. Это Ротшильды и Рокфеллеры, и вы их знаете. И господа Бернанг и Баффета – это их люди. Это почет и уважение. Это шикарная афера, на которой уже давно сидят все правительства мира, как на игле. Причем все бухтят без исключения, от Ангели Меркель до господина Саркази, но сидят. Но свеже напечатанные доллары вкусно пахнут. Да и евро тоже. Так. И Соединенные Штаты Америки находятся просто в близости непосредственно от ФРС США. И поэтому ФРС опасается за то, каким образом американцы будут смотреть на их деятельность. Потому что тем, с кем рядом живут, те и порвать могут, если их совсем разорить. Потому что крушение доллара, обрушение пирамиды доллара – это значит, что у всех, у кого есть доллары, прежде всего, американцы. И китайцы, и японцы. Конечно. Но прежде всего, американцы. Первыми кинутыми будут американцы, если завтра обрушатся долларовые пирамиды. Потому что именно они рассчитываются только долларами и больше ничем. И у них это превратится в резаную бумагу. И поэтому для ФРС США это недопустимо. И до тех пор, пока у американцев нет альтернативы доллару, обрушение доллара исключено. Это невозможно. Альтернативы нет? Он будет обесцениваться до предела. Но все равно будут его печатать дальше. И евро исключено крушение. Да. Было исключено. До недавнего времени. 3 июля оно перестало быть исключено этого года. 3 июля сего года штат Юта вышел в расчеты золота. Он принял законодательство сначала на уровне штата. Потом была апелляция Верховный суд США. Верховный суд США, который мог одним рочерком пера запретить золотые расчеты на территории штата Юта, не сделал этого. И подтвердил законодательную правоту парламента штата Юта. И с 3 июля в магазинах штата Юта разрешены расчеты с золотыми и серебряными монетами. По биржевому курсу, по фиксингу дневному. То есть даже если на монете на инвестиционной написано 1 доллар, то она идет как унция. То есть по весу золота. Или как квотер, четверть. Зависит от того, какая монета. 24 июля сего года указом господина Обамы золото выведено из оборота в США. Инвестиционные монеты запрещены к продаже. Это означает, как вы понимаете, что золото перестало быть товаром. У американцев появилась альтернатива. Золото и серебро. Штаты Вирджинии и Южная Каролина находят на завершающем этапе выхода в золото по примеру штата Юта. На очереди еще 11 штатов США. Интересно. Об этом никто не говорит, как будто этого нет вообще. Вообще, о самом главном, никто никогда ничего не говорит. Это удивительно. Я думаю, что это как бы естественно. И вывод из зоны опасности обрушения доллара американцев показывает, что обрушение стало реальностью. Это верный признак. Второй признак. Я не могу это вам доказать, потому что это просто для меня технически невозможно. Но я вам заявляю, что золотой запас, так называемый золотой запас Соединенных Штатов Америки, который хранился в Форт-Ноксе, вывезен из Форт-Нокса в Европу. Это по разным оценкам от 10 до 30 тысяч тонн золота. Почему? Это второй вопрос. В Форт-Ноксе остались только вольфрамовые чушки, которые были отлиты господином Баффетом во времена господина Клинтона. Было отлито миллион 200 тысяч вольфрамовых слитков 400-унцовых, которые были покрыты толстым слоем золота настоящего. И со штампом Форт-Нокса 600 тысяч половина этого объема гуляет по миру в качестве золотых слитков. В 2009 году, это в открытом доступе есть, в Гонконге был очень большой скандал, потому что туда прибыли в качестве расчета в 90 тонн золота из Соединенных Штатов Америки. Ну и бестактные китайцы просверлили несколько слитков, что вызвало возмущение во всем цивилизованном мире. Нашли вольфрам. Вольфрам, да, получился вольфрам. Был большой скандал. Это было вот недавно. Это как раз вот те самые баффетовские слитки, которые остались в Форт-Ноксе. То есть, американцев, как американцев, кинули уже, собственно. То есть, те ценности, которые были на территории США, реальные ценности. А золото это реальная ценность. Его там больше нет. Но это сделано законно, потому что, напоминаю, что имитировались доллары ФРС США в долг США, и залогом служило золото и другие активы. И они забрали свое, потому что Штаты не вернули, естественно, деньги ФРС США, потому что их нельзя вернуть. Это невозможно. Потому что возвращать надо с процентами, а процент не имитирован. Засада такова, что из нее нет выхода. Выход только один. Обрушение. То есть, обрушение неминуемо. Неминуемо. Я даже буду знать за пару месяцев, когда оно произойдет. Ко мне дважды приезжал господин Карл Вим, не даст соврать, один из крупнейших макроэкономистов мира. Соратник господина Баффета и Бернанки. И мы долго с ним обсуждали эти темы. И думаю, что без ложной скромности скажу, что АРТЦ, наша структура и десятки офисов, которые были открыты в России и по всему миру, сильно повлияли на то, что происходит так, как происходило. А происходить должно было иначе. Происходить должно было по замыслу ястребов, так называемых, Соединенных Штатах Америки, партии ястребов, по объединению Северной, Южной и Центральной Америки в одно экономическое пространство, для того, чтобы обезопасить себя от возможных ядерных конфликтов, локальных, между, были варианты Иран-Израиль, Индии и Пакистан, и тем самым обрушить доллар в качестве форс-мажора ядерных и локальных конфликтов. И я именно поэтому в 2008 году начал сознание антикризисного расчета товарного центра, чтобы предложить альтернативу, то есть выход в золото. И этот выход принят. Сейчас вас слушают миллионы украинцев, и у многих наверняка крутится на языке вопрос, в чем же хранить сбережения? В долларах, в евро, в гривнах? Ни в коем случае. В золоте. Ни в долларах, ни в евро, ни в гривнах, а в золоте. Если говорить о больших сбережениях, в серебре. В серебре? Да, и в продуктах питания, которые не портятся. Это самое правильное вложение, которое будет всегда расчетными единицами. Что такое продукты питания, которые не портятся? Гречка, допустим. Зерно, если правильно хранится, оно не портится практически. По крайней мере, очень долго не портится. И мед. Из египетских пирамид достают мед и едят. То есть деньгам нет? Это не деньги. Бумажные фантики – это не деньги. Я бы советовал миллионам украинцев просить у руководителя Украины Виктора Януковича выхода из бумажных денег в золотую и серебряную гривну. По примеру Соединенных Штатов Америки. И выводить из зоны риска миллионы украинцев, как выводит правительство США из зоны риска миллионы американцев. Вкладывать деньги в недвижимость есть смысл? Нет. На нынешнем этапе нет, потому что она теряется ненавистью. Это просто пирамида финансовая. Она будет падать? Она в условиях коллапса финансового, который назревает, или даже колебаниях, а не коллапсы. Она, безусловно, будет страдать, в первую очередь, недвижимость. Потом она будет подниматься или нет? Там, смотрите, там будет по-другому. Потом, если будет так, как я планирую, так, как я предлагал схему, которая пока вроде бы воспринята на данном этапе, потом будут расчеты в золоте и серебре. И это будет совершенно другая история. То есть будет переоценка товарного массива человечества. Есть примерная оценка, есть в итальянском клубе, в других организациях. Есть примерная оценка всего того, что произведено в качестве товара. Там, дороги, мосты, пароходы, дома, там, драгоценности и так далее. И это составляет определенную примерную сумму. И также известно примерный объем золота, который существует на Земле. Он не колеблется? Он почти не колеблется. Это 2000 тонн добавляются ежегодно. Это очень мало. Очень мало. Больше произвести просто невозможно. И для того, чтобы определить, сколько будет стоить это барахло, надо просто будет поделить вот этот объем на это количество металла. И вот на одну унцию можно будет купить часть вот этой гостиницы. Настолько мало золота. Это его огромное достоинство по сравнению с бумажными деньгами. То есть его количество ограничено. То есть золото сейчас, оно бесплатное. То есть те, кто сейчас получит в распоряжении несколько десятков золотых монет, будет богатейшим человеком. Вы скупали, я знаю, по миру сотни тысяч, десятки тысяч золотых монет. Десятки тысяч. Десятки тысяч. Да. Они хранятся у вас до сих пор? Нет. Мы те, которые скупали в России, мы сдали. Сбербанк. Со скандалом. Потому что они у нас заржавели. А вы что? Да. Золото. Это бизнес. Это не школа гуманизма. Золото. То есть это была подделка? Да. Это Санкт-Петербургский двор чеканил монетки, которые покрывались ржавчиной. Московский в этом не замечен. Монетный двор. Я вам могу сказать, что Москва не первая, вернее, Санкт-Петербург не первая, кто этим отличился. До этого был в Канаде скандал за пять лет до этого. Там канадские листы кленовые заржавели. Но канадцы, они более как бы такие, как бы воспитанные люди, что ли. То есть они быстро изъяли все из оборота и заменили все либо деньгами, либо настоящим золотом. У нас, нам было трудно. Мы с трудом сдали в Сбер эти ржавые монеты. Я вам могу сказать, что ими, этими ржавыми монетами в лучшем виде продолжают торговать в сетях Сбербанка. То есть уже сталкивалось множество людей, я читал отзывы. Но с 2009 года вы чеканите золотые монеты в Лондоне. Мы чеканили в Лондоне. Сейчас не чеканили. Сейчас нет. У нас сейчас нет больше золота на чеканку. Золото сейчас настоящего в мире, чтобы вы знали, продажи нет. Сейчас нет ни одного сумасшедшего, кто продает золото. Его просто не существует. Вот эти слитки, которые продаются иногда в банках, это все подделка? Нет, так я сказать не могу. Но слитки без сверления покупать нельзя сейчас. Невозможно. Это глупо. А сверлить ни в одном банке вам не дадут. И поэтому слитки лучше не покупать. А что? Это во-первых. Во-вторых, ни из одного банка вы не имеете права вынести слитки. Чтобы вы знали. Вы можете из банка в банк их перемещать по поручению. То есть это виртуальное вложение на самом деле. По законодательству вы не можете дома хранить у себя груду слиток. Это запрещено законом. Поэтому вы можете покупать только инвестиционные монеты. Они свободны в обращении. Золотые монеты. Золотые монеты, да. Но проблема в том, что они не везде золотые. Я вам советую покупать, если вы покупаете или крюгеранды южноафриканские, или наши гольдены английские, лондонские. Они настоящие. Но их в продаже нет. У вас сегодня есть какой-то запас золота? У меня есть небольшой запас золота, да, за рубежом. Он обеспечивает более-менее безбедное существование? А у меня нет в росте, ничего не находится. Они просто лежат в сейфовой ячейке в лондоне. Ну, вы познали богатство настоящее. Вы видели, что такое, понимали, что такое быть богатым человеком и чувствовали это. Сегодня вы состоятельный человек, я не говорю, богатый? Я просто понял, что означает богатство реальное, поэтому сейчас я по-настоящему богат. Я богатым тогда не был. Я тогда имел просто много виртуальных денег. Тогда вот вы меня спросили, сколько у меня было денег? Там 200-250 миллионов. Это было 200-250 миллионов кэша. То есть, то, что лежало на счетах живых денег, это не 200-250 миллионов оцененных пароходов, заводов, как сейчас там оценивают олигархи свое состояние. Это никто не считал. Не было аудиторских контор ни одной, некому считать было. А это был кэш. А это был просто кэш. Это причем только там, зарубежный кэш. В российских рублях тоже, я не знаю, сколько было. Ну, вообще, в принципе, посчитать было невозможно. Надо было какую-то особую службу создавать для подсчета постоянного. Но этой службы не было. Это потом появились аудиторы, там все прочее. Тогда этого просто не было. Я вас процитирую. Нельзя брать кредиты в банках. Никогда, ни по какому поводу, ни при каких обстоятельствах. Это всегда игра в одни ворота. Да, к банку можно подходить только с целью вооруженного ограбления. Это единственное, что имеет смысл. Безусловно. Вы не брали никогда кредиты? Брал. В банке столичный я брал. Один раз кредит. Это было в 90-м году. У Смоленского. Взял 2 миллиона рублей. Отдал через 3 недели. Вот как достал миллионером. Брал на год. Отдал через 3 недели. Сегодня много стран зависят, в частности, от российских нефти и газа. И на этом строится политика многих государств. Как вы считаете, будущее у нефти и газа, в частности, российского нефти и газа, есть или нет? Ну, смотрите, тут вопрос. Могут справиться целые государства без российских нефти и газа? Могут. Если перестроят свою политику, если начнут расселение мегаполиса, если начнут создавать миллионы крестьянских хозяйств, вот то, о чем я говорил, тогда резко сократится потребление нефти и газа. Просто на порядке. И тогда сократится добыча нефти и газа, что огромное благо для всего человечества. Потому что Господь... Кроме России. И для России огромное благо. Потому что Господь не просто так создал нефть и газ и разместил его в недрах. Это имеет огромный смысл. И выкачивая оттуда и сжигая его на поверхности, мы уничтожаем будущее своих детей. Мы ведем планету к экологическому коллапсу. И поэтому для всех благо, чтобы максимально сокращалась добыча нефти и газа. Чтобы понятно было, только одно из последствий добычи нефти и газа, каждый кубометр газа или каждая тонна нефти, означает навсегда потерянную тонну чистой питьевой воды. Навсегда. Потому что выкачивается, вам любой нефтяник скажет, нефть за счет принудительного давления, которое создаётся с закачиванием воды. И только пресной воды. Даже когда на шельфе добывается нефть, туда не соленая вода закачивается, а пресная. И она заканчивается в бездну навсегда. Она выходит из оборота. И вот вам сообщают радостно о том, что добыт очередной миллиард тонн нефти. Только на территории одной из стран. Знаете, что миллиард тонн пресной воды навсегда потерян для наших детей и внуков. Навсегда. Не достать оттуда никак. Если достать, то это дерьмо, которое не подлежит очистке. На ваших глазах начинали своё славное настоящее многие олигархи. Люди, ставшие олигархами. Хотя, как говорил мне Виктор Степанович Черномырдин, олигархов на самом деле не существовало. Существовали люди, которым просто дали поддержать чужие деньги. Вам интересны эти люди, которых в России называют олигархами? Вы всё о них знаете? Да нет, конечно. Все люди разные. И олигархи тоже очень разные. Разные люди совершенно. Нет такого вот определённого типа олигарха. Есть сволочь конченая и мразь. Есть хорошие парни. Есть подонки. Есть приличные люди. Это всё как в любом сословии. Кто хорошие парни из олигархов? Ну, а Наневы, братья, отличные парни. К примеру, Лисовский, Серёга. Ну, и многие другие. Мужики настоящие. Их, как бы, вот, есть люди, которые или переживают тяжёлый период по калеченности сознания, или вообще даже как-то безболезненно у них, как пьянство до некоторых не доходит, так и... Ходорковского вам жалко? Жалко, конечно. Жалко. Жалко. Потому что я сам за хамство, которое я допускал, мог легко сесть, но не сел. А он сел. Поэтому, конечно, жалко. Я мог быть в такой же ситуации. Говорят, отцу мать тюрьмы не зарекайся. Я не знаю, дошло до него или нет моё предложение. Я ему предлагал поставить вопрос так, что он может взять обязательства проживать только у меня в Слободе, чтобы его выпустили из зоны и не выезжать за территорию. У нас большая территория, всё лучше, чем на зоне сидеть. У нас и питание здоровое, и так далее. А я бы взял его на поруки. И мы бы с ним крестьянствовали вместе. Это было бы очень хорошо и для него, и для меня. А для меня была бы реклама моих продуктов питания обалденной. У меня бы бараны сразу в цене выросли, и всё. То есть всем было бы выгодно. И правительству хорошо этот болезненный вопрос бы снялся. Ну, то есть как там под домашним арестом, можно сказать. Деградация русского народа, утверждаете, вы крайняя. Что это означает? Народа нету. Телезрители. Вот это означает. Наркоманы, пьяницы, бляди. Вот это означает. Это восстановимо, на ваш взгляд, или нет? Да, восстановимо. Восстановимо. Просто с каждым днём всё менее вероятно, что это восстановимо. А так, теоретически, конечно, восстановимо. Можно даже с маленькой очень группой людей стартануть и по новой. Но для этого нужно иметь маленькую территорию. Не от Калининграда до Дальнего Востока, а маленькую территорию. Ну, до Волги. Даже без Урала. До Волги. И на юг, не до Крыма. А на север, до Мурманска. То есть небольшую, компактную очень территорию, где проживает один народ с одним языком и с одной верой. И тогда, может быть, есть шанс восстановиться. Если у нас останется от Калининграда до Дальнего Востока, мы все так и вымрем. От этого самого Калининграда до этого самого Дальнего Востока. Рассказывая о том, что не пяди земли. То есть за эту самую землю мы отдадим народ. Ну, просто ни за что вообще. Это правда, что вы обратились к Медведеву и Путину с открытым письмом, где предложили им продать всю территорию от Урала до Сахалина иностранным государствам? Да, еще часть Кавказа. Да. Потому что есть альтернатива. Отдать бесплатно. Так вы не патриот. Ну, привет. Что лучше, бесплатно отдать или за деньги продать? Вы считаете, что бесплатно получится к китайцам? Бесплатно заберут у нас, конечно. Китайцы заберут. И в основном будет даже не какие-то разные страны, а в основном будет один сплошной Китай. До самого Урала. А к этому уже идет? Конечно. Вы это же, что вы, это же как бы видно невооруженным глазом. Я же баллотировался вот в Красноярске губернаторы когда. Там уже это было 4, ой, какие 4, 8 лет назад, 9 лет назад. Там уже тогда выходила газета на китайском языке. Жми не жибау. Тиражом 80 тысяч экземпляров на китайском языке 9 лет назад в Красноярске. Ну, вы что? А если взять там Благовещенск и прочее, это просто китайский город. Это полноценный китайский город. Но это все бесплатно уходит. Надо хоть продавать и на эти деньги вывозить население, которое не спилось там, не скололось и так далее, вывозить в Центральную Россию. У нас здесь пустыня в Центральной России. У нас же от Москвы отъедешь, все, пустыня. Нам заселять-то кем? Таджиками? Чеченцами? Нам лучше заселять белыми? Нам лучше найти деньги от продажи этих колоний. Это же колонии на самом деле, которые мы не можем удержать. Англия не могла удержать колонии? Договорилась, там максимально выгодно отказалась от них. И ничего, великая держава. А мы вот уцепились. Наши предки проливали кровь. Ну что ж, нам сдохнуть теперь всем. Надо отказываться от того, что тянет нас на дно. Потому что нам не хватает населения на эту территорию. Нам надо собрать лучшую часть населения и рожать, рожать, рожать. Чтоб не было ни одной небеременной бабы. А те, которые небеременные, чтоб пахали на беременных. И на тех, у кого есть дети. Россия распадется, на ваш взгляд? Безусловно. Безусловно. В скором времени. Еще раз говорю, может произойти либо планово, с хорошим, уверенным дирижерством руководства России, либо бесплатно и непланово, по воле наших многочисленных соседей и не соседей. Поэтому лучше это сделать планово. Это безболезненно. Относительно безболезненно. Цитирую вас. Желание руководить нашим народом может возникнуть только у идиота. Я люблю свой народ. Я русский. Я дворянин. Это мой народ. Поэтому говорю это с горечью. Но это реально так. По поводу желания руководить народом. Вы считаете, что власть в России должна передаваться по наследству от отца к сыну? Ну конечно. Это нормально по-человечески. Чем друг с другом бодаться, кто там будет каждые 4 года правителем? Всю жизнь так было. Испокон веку у всех народов. От отца к сыну передавалось. Поэтому отец заботился о стране, о своем народе, как о своем хозяйстве. Потому что ему надо было сыну передавать. А не поворовать 4 года и уматывать. Также вы считаете, что Путину нужна молодая жена, желательно украинка? Ну а кто же ему родит наследника-то? Ему нужна, конечно, молодая жена, чтобы родился здоровый ребенок. Девственница обязательно должна быть. Не обязательно украинка, но на Украине очень красивые девушки. Поэтому я бы от всего сердца сжала Путину, украинку. Но я вам могу сказать насчет украинки. Я вот своим детям сейчас говорю, чтобы они рассматривали, уже подрастают, чтобы рассматривали вариант не только украинок, белорусок и русских, но, может быть, в приоритетном режиме девушек с гора Афганистана, Туркмении, Таджикистана. Потому что там, конечно, лучше воспитанные девушки, чем сейчас на наших территориях. А кто вынашивает плод, по большому счету, неважно. Важно, чье семя. По семени, говорят, и плод. И род передается по мужчине. Авраам родил Саак, Исаак родил Иакова и так далее. То есть женщины они вынашивают, рожают мужики. Как вы относитесь к проблеме Чечни? Это независимая страна, надо ее, наконец, сделать независимой, поставить забор высокий и жить добрыми соседями. Они ссорятся тут внутри, как в каше, постоянно толкаясь друг с другом. Каким вы видите будущее Украины? Я бы даже прирезал Чечне территорий, южных наших окраин, за то, что они вывезут своих нукеров из Центральной России. То есть сделку такую. Мы вам земли, чтобы была Великая Чечня и имам Великой Чечни Рамзан Кадыров. А вы освободите часть хотя бы Центральной России от своих бойцов. И вот здесь мы поставим заборчик, и здесь будем, как я говорил, рожать, рожать, рожать. Нам надо восстанавливаться. Нам сейчас не до межнациональных проблем. Нам нужна маленькая Россия, но Россия, а не большой бордель многонациональный. Какое будущее ждет Украину, на ваш взгляд? Ну, я надеюсь, что Виктор Янукович обеспечит счастливое будущее Украине. Я думаю, что у него есть все возможности для этого. И я уверен в этом. Переименование Украины в Киевскую Русь. Введение золотой и серебряной гривны. Выход с инициативой по созданию Международного экологического трибунала в общеевропейском масштабе. Использование 40 миллионов черноземных земель Киевской Руси для создания миллионов крестьянских хозяйств из расселенных мегаполисов Киевской Руси. Это все те реальные дела, которые он может и даже обязан сейчас делать для того, чтобы обеспечить счастливое будущее той стране, в которой он стал руководителем. По сути, великом князем Киевской Руси Виктором Януковичем. Продолжаю зачитывать ваше досье. В прошлом вы убежденный патриот-монархист. Сегодня считаете себя православным христианином, но с церковью не ладите. Цитата. «Московская патриархия оказалась сборищем еретиков и безбожников». Ну, какая же это церковь? Это сборище еретиков и безбожников. Это лжи церковь. Это ряженые мужики, которые никакого отношения ни к православию, ни к Христу не имеют. Они исказили вероучения давным-давно. Они разводят миллионы лохов, таких, как я. Я тоже там 10 лет проторчал по безграмотности, думал, что это церковь. Там нету ни причастия, ни крещения. Это все спектакль. Это шарлатаны. Как папа римский шарлатан, так и патриарх, лжи патриарх московский шарлатан, так протестанты шарлатаны. Это еретики. Все еретики шарлатаны, враги божьи. А это даже не еретики, вернее, а ереси учителя. Почему государство так поддерживает русскую православную церковь? Да потому что такие же, как я, безграмотные нынешние наши государства, руководители, они же в тех же школах учились, в тех же институтах, ничего не понимают в вопросах веры и православия и искренне думают, что это церковь. Как они говорят, знаете, да, церковь, мать, она больная, заблудшая. Да церковь не может быть больной. Мы верим в святую, соборонную, апостольскую церковь, а не в больную, заблудшую. Больная, заблудшая это лжецерковь. Как вы относитесь к атеистам? Как безбожникам. Безбожникам. Ну, дуракам. Без агрессии? Без совершенно. Ну, несчастные люди, наголову больные. Потому что это же нужно быть очень глупым человеком, чтобы допускать, что Бога нет. Мне говорили, что в свое время, когда на вас обрушились огромные богатства, вы очень сильно пили, были практически алкоголиками, не могли заснуть без стакана водки. Это правда? Был такой период. Ну, не так, чтобы алкоголиком, но со стаканом водки засыпал, да. То есть, каждый вечер? Да, я почувствовал зависимость очень большая от алкоголя, поэтому перестал пить вообще. Так вы настоящий русский человек. Да, да. Зависимость большая от алкоголя. Это страшная трава. Страшная. И я много видел бед. Я вот, слава Богу, не пью же лет 15, наверное. Вообще. Вы легко отказались? Да, легко. От курения трудно было отказаться, а от спиртного легко. Просто перестало все в один день. Ну, сегодня в условиях того, что, как говорят, 90%, если не больше, водки ненастоящие, поддельные. Ненастоящие, это вообще супер отрава. Сегодня многие здравомыслящие люди переходят на самогон. Правильно. Вы в сельских условиях на самогон не переходите? Я вам могу сказать, что у меня до последних, вот буквально нескольких недель, был огромный погреб четырехметровой глубины, где стояли в ряд бочки дубовые с самогоном и вином с Абхазии и с Молдавии. Отличными. Но даже настоящие спиртные напитки, видно, уж мы до такой степени деградировали, что даже среди моих соседей начались искушения, в случае пьянства, чуть не до распада семей, там дошло и так далее. И я загрузил это все, в общем, сказочное богатство, я вам скажу. Потому что это очень хорошие были напитки. В грузовичок, у меня лэнг-круизер в грузовичок, отвез фролочу. Есть такой фролоч, строитель, очень хороший человек. Вот я ему отвез этот грузовичок. Он перестал выходить на работу. В общем, ему посчастливилось. Но мы избавились от всего этого. Но бочки с возвратом. Мы будем в них солить. Я себе записал, что вы требуете полного запрета детоубийства абортов с введением смертной казни для врача-абортолога. Врач-абортолог – это детоубийца. И, конечно, безусловно, его надо казнить. Для того, чтобы не было врачей-абортологов. Вообще, для того, чтобы не было врачей-абортологов, их надо казнить. Для того, чтобы не было наркоманов, их надо казнить. Для того, чтобы не было просто убийц в стране, их надо казнить, те, кто все-таки идут на эти преступления. И тогда не будет этих преступлений. Но это аксиома. В тех странах, где смертная казнь, допустим, за наркоманию, там нет наркоманов. Не существует. Вот взять Афганистан, да? Там, где американцами оккупированные территории в Афганистане, там наркоманов во! Там, потому что нет смертной казни за наркоманию. Там, где нет американцев, а это две трети Афганистана, на самом деле, там нет ни одного наркомана. При огромных плантациях мака. Как вы относитесь к гомосексуалистам? Как к пидорицам. Ёмко, ёмко. Они по священному писанию заслуживают смерти. Апостол Павел сказал, что да будет кровь их на голове, их таковые заслуживают смерти. Цитирую апостола любви, апостола Павла. Цитирую вас. Вы требуете отмены моратория на смертную казнь для колдунов, мужеложников и наркоторговцев, включая наркоманов. Да, это правда. Потому что любой наркоман это наркоторговец. Это мелкая розница наркотиков. Без сети наркоманов невозможна наркоторговля. Потому что наркоман получает себе дозу за счет того, что сажает на иглу кого-то еще. И поэтому наркоманы это главная сеть наркоторговли. Их надо уничтожать физически. И чем позже мы это начнем делать, чем большее количество молодежи мы погубим. Чем раньше мы начнем это делать, тем большее количество молодежи, кого еще не подсадили на иглу, спасется. Каждый день на счету. И то, что сейчас говорят, А как же казнить несколько миллионов человек? Да. А завтра надо будет казнить 10 миллионов человек. А послезавтра просто уже некому будет и казнить. Одни наркоманы будут. Поэтому чем раньше, тем меньше будет крови. Вы признались, раньше я боялся СПИДа. Оказалось, что никакого СПИДа не существует. Это тоже правда. СПИДа не существует. Это придуманное оправдание для снижения иммунитета у людей. Снижение иммунитета проходит от прививок, от всяких болезней. И поэтому СПИД, так называемый, а он так и называется, синдром приобретенного иммунодефицита. Он так правдиво и называется. То есть, это приобретенный иммунодефицит. Но приобретен он не от того, что декларируется там половая жизнь, еще какая-то хрень. Приобретен он от того, что миллионы людей прививаются без конца всякими экспериментальными вирусами, которые придумывают проклятые колдуны ученые. И это делалось прежде всего в Африке. То есть, экспериментальная зона была Африка. Именно там зародился синдром приобретенного иммунодефицита. Ну, вымерла Африка почти, да? Конечно, это очень эффективный метод по сокращению из населения. И точно так же прививают население в России, и в Киевской Руси, и во многих других странах третьего мира. Прививают болезни. Это прививка не от болезней, это прививка болезней. Надо помнить об этом. И эти болезни снижают иммунитет у человека. А для того, чтобы объяснить, как это произошло, придумали то, что спит, это от того, что люди там живут всякими безнравственными делами. Типа люди виноваты. А это на самом деле от этих иммунных дел все, от прививок. В Штатах, извините, в Штатах 1% населения привит. Чтобы понятно было. 1%. Только добровольно. Процент дебилов есть. Там добровольно идут, платят деньги и прививаются. А в остальных таких странах, менее успешных, как Бацвана, там обязательные прививки. Потому что Бацвану купил Дебирс. И поэтому там совершенно лишнее население. То есть оно вообще ни к селу, ни к городу. Их там прививают чуть не круглосуточно теперь. Алмазы добывать не умеют? Тогда зачем? А там и не добывают алмазы в Бацване практически. Бацвану взяли как страну с замечательным климатом. Как страну, равноудаленную от всех вредных экологических зон. Типа Европы и так далее. Австралия, где испытывается атомное оружие. И Бацван это такая африканская Швейцария. Там дивный климат и все экологически вредно и очень далеко. И поэтому там богатейшие люди мира строят себе виллы и дома. И правильно делают. И правильно делают. И я сейчас думаю о том, где мне взять остров для того, чтобы создать там Россию. Небольшой остров. Потому что здесь, если не прекратить строительство атомных электростанций и не глушить те, которые сейчас вот-вот будут выходить из строя, как Фукусима, здесь делать нечего. Безотносительно даже национальных и прочих проблем. То есть здесь просто ждать, когда там какой-нибудь таджик что-нибудь не так сделает на Тверской атомной электростанции. А там уже гастарбайтеры работают. Вот поэтому надо островочек. Я сейчас подбираю где-нибудь. Так как запасной вариант. Знаете, как страховку. Чтобы было куды бечь. Куды бечь. Раньше, как все советские люди, вы отмечали Новый год 1 января, а сейчас отмечаете 1 марта. Да. 1 марта сотворил Господь землю. Это по священному писанию. Истина просто. И всю жизнь отмечали 1 марта. В России это произождалось до 1492 года. Приехала Софья Палеолог, Грекине. Она уже воспитывалась в Риме и уболтала своего мужа Ивана Васильевича. Который меняет профессию. Не-не-не. Это дедушка его. Я же еще. Перевести празднование Нового года на 1 сентября. А потом Петр I перевел на 1 января. Вообще ни к селу, ни к городу. А вообще 1 марта всегда праздновалось. Везде и всюду. Вы представитель правления общества любителей древней письменности. Это факт. Что это за общество? Это общество, которое занимается тем, что достает из архивов древние рукописи, переснимает их, делает в виде книг и раздает детям. Ориентируемся мы на детей, поэтому рукопись берем с картинками. Допустим, лицевой свод Ивана Грозного. Я вам покажу. У меня здесь есть том. Покажу это красоты. Необыкновенные книги. Они делались для царских детей. Для того, чтобы они были образованными людьми. Для того, чтобы они знали настоящую историю человечества. Это называется свод, потому что это сведение всех книг, которые известны всех времен и народов, в единое собрание. Это самое толерантное собрание в мире. То есть, это со всех стран и со всех народов, всех времен, без исправления собраны книги. Языческие, языческие. Там иудейские, иудейские и так далее. То есть, все-все-все. Разводить царских детей не смел никто. За этого лишились головы. И поэтому это самое правдивое издание. Даже не издание, а рукопись в мире. И аналогов такой огромной рукописи. Это как вот отсюда до стены рукопись толщиной. Не знает ни одна цивилизация человечества. По поводу образованности. Вы утверждаете, что Пушкин и Толстой сгубили Россию. Ну, не только они. Почему? Они наиболее выдающиеся, конечно, лыжицы. Наиболее талантливые лыжицы. Лыжицы. Потому что все, что они написали, это вымысел. Это художественная литература. А художественная литература, как известно, это вымысел художественный. А вымысел это ложь. Отец лыжи, сатана. И они необыкновенно, им Господь даровал талант. Они его использовали не на службу Бога, а на службу дьявола, на ложь. И они, конечно, пропагандировали мерзость всякую. Если там Пушкина почитать с точки зрения верующего человека, то он блядство без конца пропагандировал. Проще кощунство по поводу Бога писал. Себя пророком там называл и так далее. Ну, дебил. Просто сволочь. Грязная сволочь, которая прельстила миллионы людей во многих поколениях. Ну, с вами сейчас многие могут не согласиться. Так же и Толстой. Ну, что, меня тоже слушают безбожники в основном, которые думают, что они верующие. А на самом деле просто суеверные люди. Поэтому я надеюсь, что это будет для них, может быть, это их возмущение, их раздражение будет толчком для того, чтобы задуматься. И это благо. У меня тоже когда-то начиналось раздражение, возмущение, когда я слышал неприятные для себя слова от всяких людей. Дай им Бог здоровья. Я ошибочно утверждаете, вы считал политиков самыми опасными для человечества людьми. Теперь понял, что самые опасные люди ученые. Факт. Они губят все человечество одновременно. И продолжайте. Я думал, что пластиковая бутылка, нейтральная среда, оказалась при соприкосновении с водой, выделяет биофенол, яд. Факт. А если горит, то диоксины. Это страшный яд. Это что же нам теперь, нельзя пить воду из пластиковых бутылок? Да, нельзя. Конечно, нельзя. Это все яд. Это все яд. А если вы их выкидываете, они никогда не гниют и без конца загрязняют нашу природу. А если происходят пожары, как были в прошлом году в России, то они горят в огромными свалками и выделяют миллиарды кубов диоксина, которые вдыхают люди и мрут, как мухи. У нас в прошлом году, это и как бы не принято было говорить, у нас трупы в моргах стаймя ставили, вот так прижимали. В морг можно было попасть только по великому блату личного распоряжения одного из руководителей структур. Это все заслуги ученых. Это они придумали такую удобную тару, пластик. Это же не от того, что кустики горели, люди дохли. Это от того, что пластик горел, люди дохли. И тучи этого диоксинового дыма накрывали города. Грустно на самом деле. Ну, грустно. Каждый из нас, кто покупает пластиковую бутылку, тут же становится участником этого дела. И тут трудно винить людей. Они поставлены в условия без альтернативности практически. Говорят, ну что ж, вы же сами там этим пользуетесь. Да и на зоне люди, когда сидят, они столовкой пользуются. Это совсем не значит, что им хочется на зоне сидеть. Их туда посадили. И нас сюда посадили, проклятые ученые. Которые развели тупых руководителей разных стран на то, что их достижение – это благо. И эти руководители понастроили нам электростанции, заводов, плотин и так далее. И у нас уже ни рыбы, ни раков, там ни воздуха, ни пищи, ничего. И мы подыхаем медленно и все одновременно. И нас утешает то, что ничего зато медленно. Это враги человечества страшные, это колдуны проклятые, их всегда жгли. Никогда не было химиков, были алхимики. Не было никаких физиков. Были алхимики, это все называлось одним словом. Они подлежали смерти по священному писанию. И сейчас мы уже не можем не понимать, почему это так было. Это же очень мудро. Потому что это была огромная опасность для всего человечества, которую сейчас мы видим своими глазами, в виде мексиканских заливов и фукусим. Мы сейчас не имеем права этого не понимать. Наши дедушки с бабушками имели моральное право быть дебилами. Они не видели этого всего своими глазами. Они думали, что наука принесет им счастье. Благо. Благо. Но мы-то видим уже все. Мы-то не имеем права быть дебилами, потому что нам уже по башке это палкой стучит. И нашим детям, покрытым аллергиями, прыщами и так далее. Поэтому надо прекращать это безобразие. И начинать с того, что не подавать руки этим профессорам и академикам. Плевать им в морду. Или бить им в морду, если ты мужчина. А государство вводить смертную казнь для них. Вы выступаете за введение порки, за мелкие преступления, типа кражи мобильника, курения в публичных местах или в присутствии детей. Требуете выпороть розгами и выпустить из мест заключение всех мелких преступников, преступления типа драки или кражи мобильника. Требуете разрешить ношение, хранение и применение любых видов личного оружия всем главам семейств по разрешению местного судьи. Да? Ну если голове семейства Господь детей доверил, как он может там пистолетик не доверить? Это как детей-то защищать, ежели что? Милицию звать? Милицию, во-первых, не дозовешься никогда вовремя. А в лесу-то и подавно. Поэтому либо отдавать детей на растерзание бандитам, либо иметь пистолетик незаконный. То есть людей ставят в условии, когда они просто вынуждены быть все преступниками. Может быть, это делается умышленно, я не знаю, чтобы все как бы боялись, что они преступники. А так, конечно, оружие нужно, чтобы было у глав семьи. Не надо давать молокососам всяким и прочим там социальным алиментам. Не надо давать по справкам это все дело, потому что справки покупаются. Надо, чтобы брал на себя ответственность конкретный местный судья. И давать ему это право. А местный судья это тот, который должен выбираться людьми, как шериф. Которого все знают, и он всех знает. И он говорит, что этому можно, на тебе револьвер. И этому можно, на тебе винтовку. И помогай мне, ежели что с преступниками бороться. Вот так вот должно действовать. А не эту банду милиции разводить. Бесконечную. Которую превратилась в закрытую корпоративную структуру. И сами по себе уже банда. Во всех странах причем. Организованная банда. С огромными полномочиями. А нам защищаться нельзя. Мы как люди второго сорта. Вот эти вот с погонами, али люди первого сорта, они могут ходить с пистолетами. Они особенные. Они очень порядочные. А мы типа дерьмо. Мы не можем ходить с пистолетами. Мы обязательно будем их применять неправильно. Налево-направо. Поэтому надо главам семей, нормальным людям давать оружие. Тем более тем, которые служили там и так далее. Безусловно вообще. Мы с вами в волю поговорили о людях. Теперь переходим к собакам. Я вас снова процитирую. Когда был безбожником, держал в квартирах и в домах собак. Оказалось большой грех. Получается, что жил в конурах. Еще с собаками и разговаривал. То есть сам уподоблялся собаке. Еще и говорил, что собака друг человека. При этом утверждал, мол, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В общем, от ас. Не добавить, не прибавить. Факт. Грешин. Жил с собакой в доме. У меня была Алиса. Мы с женой держали ее дома. И она ходила у нас даже под столом, когда мы ели. Противно вспоминать. Грязная псина. Фу. Ужас. У вас пятеро детей. Как их зовут? Сколько им лет? И чем они занимаются? У меня уже, я вам скажу, пятеро детей. Одна внучка. Уже три дня как. Я вас поздравляю. Спасибо. Дочка рожала дома, слава богу. Ей все говорили, кругом набежала куча демонов и говорили, что надо срочно делать операцию. Ребенок лежит неправильно. У тебя прилежание. Вы погибнете и ты, и ребенок. Это преступление, что вы творите. Езжайте срочно в роддом. Никого не послушали. Возложили упование на господа. Родила дома здорового ребенка. Идеально здорового. Слава богу. Отец смотрел. У меня профессора медицины. Отец. Говорит, идеально. Вообще ни одного замечания. Сама прекрасно себя чувствует. Ночью родила. Уже утром колотилась по хозяйству. Никаких проблем. Главное не слушать этих демонов в белых халатах, которые называются медиками. И все обойдется. Потому что чего они могут? Чего они? Себе-то помочь не могут. Как они еще-то кому-то могут помочь? Только бог может помочь. На него и уповать надо. Слава ему вовеки. Пятеро детей. Как их зовут? И сколько лет? Полина, Арсений, Сергий, Пантелимон и Михей. Вот Пелагея 19, которая родила. А старшему сыну первенцу 14. Потом 11. 7 или 6 и 4. Или 5. Вот так. Немножко путаюсь в годах. В общем, это и не важно. Жена не устала рожать 5 детей? Да нет. Она соскучилась рожать 6. Вот в чем проблема. Надо больше рожать. Жена должна ходить все время не праздная. Потому что, так и говорят, праздная женщина. То есть, она ходит праздная. То есть, вообще ни к силу, ни к горлу. Жизнь праздник. Не праздник. Не праздник. Не праздник, а в пустую времяпрепровождение. Все женщины должны быть беременны. Это оскорбление для мужчины и унижение мужчины, если у него баба в нормальном возрасте не беременная. Они все время должны быть беременны. А если не может прокормить? Да где ж вы такого видали? Вот я знаю миллионы случаев, даже по статистике, сотни миллионов убийств детей из опаски, что они могут прокормить. И не слышал ни одного случая, что бременок умер от голода. Вот ни одного. Вы слышали? Ну, в России наверняка бывает. Ну, это как-то абстрактно говорить. Вы конкретно случай такой слышали? И я нет. А аборты наверняка почти все знакомые ваши делали. Как бы от голода, типа, не умерли. Поэтому это все ерунда полнейшая. И миллионеры также делают аборты в лучшем виде. И больше, чем бедные. Бедных бывают еще многодетные семьи, а у миллионщиков редко. Он нананивает исключением, там много детей. Или там, кто еще у нас? Там, это Тотон забыл, как фамилию парнишки. Вот. А так в основном один-два ребенка. Остальные где? Не трахали, что ли, 20 лет? Где остальные? Нету? Поубивали. В абортивном материале на губную помаду пошли. Потому что парфюмерия самый большой потребитель абортивного материала. Это губки себе женщины этой красной кровью детской мажут, чтобы не смывалось. Вы отрицательно относитесь к современной школе и детей туда не отдаете? Да, потому что это бордель, наркопритон, место для пьянства и минетов в туалетах. Конечно, не отдаю. Это уже идиот, что ли? Я же детей не на помойке нашел. Кто занимается с детьми? Я! Я же отец. Отец? Да, отец. И также мат. А также еще, как чего мы не понимаем, учителей приглашаем иногда. Это значительно дешевле, чем губить своих детей и мучиться посредством наркозависимости. Они читают книги. Конечно. Классику. Они читают... Нет, нет, нет. Пушкина, Толстого. Броню они не читают. Они по той же причине. Потому что я дорожу своими детьми. Они вот прочитали лицевой свод целиком. Они единственные в России специалисты, которые прочитали лицевой свод. Они самые образованные люди страны сейчас. Нет ни одного профессора сейчас в стране, вдумайтесь, который целиком прочитал лицевой свод. А мои дети прочитали. И не просто прочитали, а обсуждали по пять часов там многие строчки. То есть для них это очень интересно. К чему вы готовите своих детей? К Царствию Небесному. Это главная задача. Потому что жизнь проходит очень быстро. Вы не заметили? Замечаю. Поэтому надо позаботиться о главном. Чтобы они попали в рай. Тогда, может, и я в рай попаду. А то спросит меня Господь, где дети твои? Но они пойдут в университетах заниматься? Ну, если с ума сойдут, то пойдут. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что будут здоровыми мужчинами нормальными. И не пойдут заниматься этой малахольной хренью, которая называется студенческой жизнью. Но зарабатывать они должны как-то? Конечно. Уж зарабатывают. Я вам тоже могу сказать, что я в университете один год учился, и ничего с голоду не помер. Не все, кто учился в университетах, потом у меня работали, включая преподавательский состав. Поэтому это не взаимосвязанные вещи никак, уверяю вас. Я вам задам очень важный на самом деле вопрос, и для меня, и для многих телезрителей. Что для вас свобода? Что это вообще такое? Это свобода от зависимости от греха, от дьявола. Я раб Бога. А кто не хочет быть рабом Бога, тот становится рабом дьявола. Это не свобода. Представляете, какая не свобода от курения, допустим? Это нужно без конца совать сетсоску. Я сам с шести лет курил, знаю не понаслышке. Зависимость колоссальная. Или, допустим, там, я не знаю, пьянство, тоже о чем знаю не понаслышке. Зависимость чудовищная. Или, допустим, бритье своего лица. Это же нужно каждый день мазать свое лицо и скоблить его перед зеркалом, вырезая там каждое самое. Ну, это же плен вообще, засада. И так всю жизнь занимаешься вот этим анонизмом бессмысленным. То этим, то тем, то тем. И целый день это и занимает, на самом деле. Там короткие промежутки времени на что-то другое. Это не свобода, это зона. Худшая форма зависимости. Вы свободный человек сегодня? Ну, относительно. Относительно вас свободен. Мне бриться не надо. Я, пожалуй, тоже перестану после этого. Я вас за язык не тянул. Вы знаете, я закончу нестандартно. Я прочитал о вас одну из фраз, отзывов, которые мне и хотелось бы закончить. А вы, если захотите, ее прокомментируйте. Истинное лицо православного бизнесмена Германа Стерлигова разглядеть непросто. Настоящая в нем борода. Все остальное под вопросом. Это во многом правда. Хочу показаться лучше, чем есть на самом деле. Виноват. Это правда. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях был основник первой в Российском Союзе товарной биржи «Алиса», один из первых российских мультимиллионеров, Герман Стерлигов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова